Итак, полеты Су-25 в Южном военном округе приостановлены. Пока до выяснения причин падения штурмовика на Кубани. Сейчас этим занимается специальная комиссия. По одной из версий, к аварии могла привести потери летчикам ориентации в пространстве. Штурмовик рухнул вечером в понедельник во время тренировочного полета. Как сообщили в Минобороны, летчику удалось ввести машину от населенных пунктов, а сам он катапультировался. Сейчас идут его поиски. На земле жертв и разрушений нет. Самолет упал почти в 50 километрах от аэродрома Приморско-Ахтарск. Ну и стоит напомнить, что же из себя представляет Су-25. Это советский и российский бронированный звуковой штурмовик. Предназначен для поддержки сухопутных войск над полетом боя, уничтожения заданных целей круглосуточной. И в любых метеоусловиях в российских войсках получил прозвище «Грач». Су-25 оснащен мощным комплексом вооружения, авиапушками, авиабомбами различного калибра, ракетами «Воздух-Земля» и «Воздух-Воздух». Эти машины останутся в российской армии как минимум до 2020 года.